А что такое баня? Иди в баню. Это, стёрся в общем. Опа. Ну всё. У меня зрение получше, и давай я его рассмотрю. Я передумал. А, чё-то как-то быстро. Пурточка моя, так хорошо сидит на ней. Ешь давай быстрей, а то придёт сейчас злодей. В холодильнике тает торт, и его здесь никто не найдёт. Валера. Кто там? Слушай, пойдём видео снимать. Я занят. Валера, у меня есть для тебя кое-что. Я никуда не пойду, у меня тут ещё полмедведя. Слышь, полмедведя? Там уже больше ста тысяч лайков насобиралось. А я тебе Скитлс принёс. Пойдём? А он вкусный. Сам попробуй. Я думал он будет шоколадный, тю. Что тю? Блин. Ладно, давай я сделаю тебе шоколадный. Лего Скитлс. Для него мне нужны будут силиконовые формы, Скитлс и шоколадка. Я думаю одной будет маловато. Ну хорошо, возьму две. Лучше три. Шоколад я сломаю и растоплю на паровой бане. Ну, я жду. Я вчера на тебя обиделся. И чё это ты обиделся? Ты меня прогоняешь. Ну ладно, Валерка, мы же оба знаем, что ты хочешь полежать на тёпленьком. Я передумал. А, чё-то как-то быстро. За место Валерки я положу сюда шоколад и пускай он плавится. А я тем временем возьму шприц. Убери его. У моей попы о нём плохие воспоминания. А тебя, Валера, сегодня никто не трогает. Так, теперь буду набирать в него шоколад. И вставлю поршень. Добро пропадает, нужно спасать. Да ничего тут не нужно спасать. Возьму силиконовую лего форму и наполню шоколадом пупырышки. Главное, чтобы они получились очень классные. Теперь нужно хорошенечко постучать вот так и засыпать скиттлс. Слушай, Валерий Потапыч, а про какого это злодея ты там пел в холодильнике, а? Ээээ, это я не про тебя, честное слово. Смотри мне. А теперь я залью сверху ещё один слой шоколада. Готово. И теперь ещё разок постучу. Чего-то как-то неаккуратно сегодня получается. А я говорил, что у тебя руки растут не оттуда. Сейчас проверим. Ааа, я пошудил. То-то же. Сейчас я всё лишнее уберу. И давайте-ка я ещё, наверное, сделаю лего-человечка. Ну вот, со стола всё соскрёб и сюда залил, да? Ну, нет. Ага, рассказывай, я всё видел. Это ж надо, какие медведи глазастые пошли, а? Давайте-ка я пока насыплю скиттлс. Сейчас я его утрамбую. И сверху тоже налью немножечко шоколада. И постучу, чтобы он равномерно улёгся. А получилось некрасиво. Ты меня всё время гонишь. Вот я обижусь и уйду. Куда ты уйдёшь? Давай, в холодильник. Закроюсь изнутри и будешь меня бросить сосисочку. Всё, я пошёл. Как трудно тут каранкаться. Всё, пока. Валера, слышь, дай сосиску. Магазин на переучёте. Эй, кладовщик. Я ушёл на базу. Эй, база, пойдём сниматься. Не пойду, я обиделся. Ну и ладно. А я сейчас пока достану наши лего-кирпичики и посмотрю, какие они получились. Классные такие. Валерчик, может быть, ты тоже вылезешь, посмотришь? Нет, мне и тут хорошо. Давайте посмотрим на него поближе. Он получился, как обычно, очень круто. Упал немножко. Давайте-ка я его попробую. Ребята, что могу сказать? Сочетание вкусов получилось очень необычно. Рекомендую всем такое сделать и попробовать. Такую форму можно купить на сайте Алиэкспресс и ссылочку я оставлю в описании. Неси их скорее в холодильник, а то они тают. Ага, бегу, спотыкаюсь. Ребята, ну а на сегодня всё. Если вам понравилось видео, тогда жмите лайк. И давайте наберём 100 тысяч лайков, чтобы видео с Валерой вышло завтра. Валера? Валера. Ага, всё-таки отъел глаз Спанчбобу, да? Но интересно, где ты, Валера? Я тут. Где тут? Здесь. О, ну и что ты там закрылся? Зазубы чищу. Пойдём сниматься, Зубастик. Нет, я сегодня не пойду. Всем привет, ребята. Сегодня будем сниматься без Валерки. Нам нужны будут кукурузные шарики, вафли и шоколадка. Я уже бегу. Волшебные слова прозвучали и я здесь. Валера, а какие зубы ты там чистил, а? Какие надо, такие и чистил. Так, мне начало уже нравится. Это всё, что мы будем есть. Нет. Из этого мы будем делать сегодня Лего Лайн. Лайн? А что, его мы есть не будем? Так, обжора, кыш. Я не обжора. Так, Лайн сейчас я разверну и нужно будет внимательно рассмотреть, что у него внутри. У меня зрение получше и давай я его рассмотрю. Слышь, может тебе ещё бинокль дать, а? Бинокль оставь себе. Ладно, на, пока посмотри. О, тут есть шоколад и ещё кое-что вкусненькое. И ещё нам нужна будет сегодня силиконовая Лего форма. Я уже всё рассмотрел. Давай начинать. Возьму досточку и замерю сейчас размер вафли. Да, её нужно укоротить. Вот так аккуратненько обрежу. Да, теперь вафля по ширине входит, а по длине тоже нужно укоротить. Слушай, а вафли вкусные? Валера, а тебе-то что? Ты уже зубы почистил. А я ещё почищу, если надо. Ну так вкусные? Нет. Вот, теперь должны подойти. Мне почему-то кажется, что ты меня обманываешь. Кто, я? Да никогда. Точно врёт. И ещё обрежу. А вот это нам не нужно. А нам нужно. Валера. Что? Я в научных целях проверить, слипнется у меня что-нибудь от сладкого или нет. Всё, я пошёл. Так, я тут нарезал и у меня ещё немножечко осталось. Я знаю, куда это всё деть. Да, Валера, кто бы сомневался. А я и не сомневаюсь. Эть, иди ко мне. Так, Валера. Ну что ещё? Куда ты её потащил? У меня же эксперимент ещё не завершён. Ладно. Я пока уберу всё ненужное в сторону. Возьму шоколадку, её нужно сломать и растопить на паровой бане. Валера, может быть в баньку? Не-не-не-не-не-не. Я всё помню. Ну ладно, как хочешь. А я подожду, пока шоколад растает. Я тоже подожду. Ну наконец-то, шоколад растаял. И теперь я его засуну в кондитерский шприц. Стой. Ребята, кто ещё не подписался, обязательно подпишитесь. Потому что это хорошо. Спасибо. Так, сейчас я его наполню. М-м-м. Готово. И вот настало самое время заполнить все пупырышки. Чтобы лего получился таким, как надо. И ещё нужно заполнить лего формы до половины. Ой, эту ложечку возьму. А это что такое? А? Это мне для дела надо. Ладно, я сейчас немножко постучу формой об стол, чтобы шоколад равномерно растёкся по форме. Готово. А сейчас я добавлю шарики. Оп, тут слишком много. Сейчас я их распределю в соседние ячейки. Так. И вот в эту тоже. Валера, ты опять? Да, я чуть-чуть. Хочу попробовать. Слушай, Валера, иди убирай. Ну да. Как мусорить, так ты. А как убирать, так я. Валера, не бухти. А я что? А я ничего. Сейчас нужно поместить вафли в формочку. Но она получается слишком толстая. А я могу помочь тебе сделать её худой. Да? Да. Не, не надо, я сам. Обрежу вот тут лишнее. И всё. Вот, получается отлично. Всё готово. А оставшиеся я съем. Валера, тебе в комментариях пишут постоянно, что ты слишком много ешь сладкого. Ага. Они сначала пишут, что я толстый. Потом, что я худой. Теперь сладкое не ешь. Ребята, и чего мне теперь делать? Сейчас я залью наш Лего Лайн сверху шоколадом. Чего-то он слишком вязкий сегодня. Его нужно размазывать. Ну, как-то так. Да, как неаккуратно. Я бы сделал лучше. Вот взял бы и сделал. Вот возьму и сделаю. Вот. Тарелочка тяжёлая. Теперь вафелька. Вот, поправлю. Угу. Ложечку вот этого. Эть. Аккуратненько так размажем. Вот. Вот есть. И теперь нужно шариков набросать. Ой, маловато как-то. Вот. Вот так, я думаю, будет хорошо. И ещё одну ложечку сверху. И размажем. Это мы ещё посмотрим, у кого вкусняшка получится лучше. Я даже ещё сверху ложечку положу. Готово. Ну, и ты хочешь сказать, что вот это вот лучше, чем у меня? Да. Моя вкусняшка прекрасна. А твоя страшненькая. Это мы ещё посмотрим после заморозки. О, а понамусорил-то, а? Да понял я уже. Иду, иду убирать. Жизнь везде нелегка. Хотя нет, легка. Ну, давайте посмотрим, что там у нас получилось. Мою давай смотреть первую. Так, а она прилипла. Я её сейчас аккуратненько подковырну. Не идёт. А ну-ка с этой стороны. Оп. Валера, она сломалась. Как ты мог? Это ты специально, чтобы выиграть. Нет, Валера, ты же всё сам видел. Это случайно. Ну, а вообще она у тебя получилась классная. А теперь давай посмотрим на мою. Во, получилось просто отлично. А ну-ка ещё одну. Ммм, тут то же самое. Ребята, давайте я её разрежу и посмотрим внутри. Похожа она на Лайн или нет? Да, внутри она тоже очень похожа на Лайн. А на вкус? Ммм. Валера, иди, я и тебе дам. Мне не надо. Ты специально её сломал. Валера, ну ты не прав. Это было случайно. Ты ведь сам всё видел. Я на тебя обиделся. Всё. Я забираю свою конфету и ухожу от тебя. Валера, ты куда? Ухожу. Ребята, если вам понравилось видео, жмите лайк и давайте наберём 50 тысяч лайков и я побегу извиняться перед Валеркой. Валера, ну прости меня. Я подумаю. Всем привет, ребята. Сегодня я буду делать Лего Твикс. Стоять. Для этого нужны будут Лего Формы. И я. Нет. Твикс, я думаю, давным-давно все знают и любят. Это печенье, карамель и шоколад. А мне? Нету. Жадина. Ещё нужна будет баночка сгущенного молока и пачечка песочного печенья. Пока мы ещё не начали, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Сейчас я замеряю печенька. Ага, не влезет. Ну, тогда я буду его ровнять. Вот так и вот так. Чё-то ерунда какая-то получается у меня. Так, замеряем. О, теперь входит. А можно я тоже буду сниматься, а? Нет. Блин, оно всё разваливается и в итоге вон чё у меня получилось. О, а что если его потереть на тёрке? А так гораздо лучше. А это мне. Нет, не тебе. Теперь ещё и убирать за тобой. Ещё нужно будет молочный шоколад растопить на паровой бане. А что такое баня? Иди в баню. Так, я его уже растопил. И сейчас я возьму шприц и наполню его шоколадом. Сейчас поршень вставим. А вот тут немножко потекло. Я помогу. Опять ты. Теперь заполню пупырышки, чтобы они хорошо получились. И немножечко нужно ещё налить шоколада. И лего-человечка тоже немножко покроем шоколадом. Теперь печеньку. Готово. И сюда. Подвев каждую. Прикольно получилось. А вот теперь самое вкусное. Откроем сгущёнку. Ребята, а вы какую больше любите сгущёнку? Обычную или вот такую варёную? И теперь её тоже нужно засунуть в шприц. Вот. И слегка намазать печенье. Чё-то мне кажется, что это не слегка. Хотя... нормально. И вот этому человечку тоже нужно немножко. Ну всё. Теперь можно заливать всё сверху молочным шоколадом. Да, за этим процессом можно наблюдать вечно. Ответственный момент настал. И теперь всё это нужно засунуть в холодильник. У меня тут, кстати, осталось немножко шоколада. И я не знаю, куда его деть. Я знаю. Слушай, чё ты всё время в кадр лезешь, а? Я тоже хочу сниматься, чтобы меня все любили. Это не тебе решать. Давай так. Если видео наберёт 20 тысяч лайков, то ты будешь появляться в видео. А если нет, значит нет. Хоть бы, хоть бы. Всё уже застыло. И давайте сейчас я всех достану. Человечек получился классный. Вот тут, правда, сгущёнка немножко вылезла. Так. Олега кирпичики. Ну, пупырышки на месте. А это самое главное. Всё в порядке. По-моему, классно получилось. А это не Твикс? Я знаю. Теперь его нужно будет разрезать пополам. Во, нормально. И теперь вот эту вот часть я смажу оставшимся шоколадом. Короче, я их засунул обратно в форму и залил бок шоколадом. И опять всё в холодильник. Ага. Они застыли, но как-то выглядят не очень красиво. Нужно подровнять. Давайте посмотрим, что внутри. Очень похоже на Твикс. И на вкус тоже похоже. А мне? Ты опять? А если их склеить шоколадом в одну большую, эээ, Твиксину, то можно будет друзей разыгрывать, что типа вот такой вот Твикс новый появился. А обманывать нехорошо. Кшш. Так. Давайте посмотрим, чего там у нас в человечке. Ну, тоже классно. Мне нравится. А вам? На этом сегодня всё, ребята. А если вы желаете видеть Валерку каждый выпуск, нажмите лайк и напишите об этом в комментариях. Подписывайтесь также на канал, чтобы не пропустить новые выпуски с Валеркой. Всем пока и до завтра. Валера, давай выходи. Тебя уже все заждались. Ой, выхожу. Я теперь, наверное, буду не только клубнику мыть, но и конфеты. Есть хочешь? Нет. А чего хочешь? Чего-нибудь интересненького. Всем привет, ребята. Сегодня буду делать интересную вещь. Для неё мне понадобится шоколадка и клубника. Ты что, издеваешься? Нет. Никаких клубник. Хм, странно. А чего ты тогда вообще хочешь? Спиннер хочу. А шоколадочку я, пожалуй, заберу себе. Эй, подожди. Я тебе уже делал спиннер. Его уже нету. А где он? Нету. Валера, где он? Он, это, стёрся, в общем. Ребята, в прошлый раз я делал вот такой спиннер, но он вращается очень плохо в сравнении с покупным. А оказалось, что внутри подшипника есть смазка, которую нужно было убрать. Сначала откроем его. Вот. И потом нужно почистить от смазки. Я его почищу кисточкой и спиртом. Да, спирт, конечно, очень плохо чистит. Ребята, а кто-то из вас знает, чем можно лучше убрать смазку? М? Вот, теперь он гораздо лучше вращается. О, слушай, а у тебя есть подшипник побольше? Зачем тебе? Пойдём, покажу. Ой, смотри, у тебя в спальне на потолке готовый спиннер, но без подшипника. Валера, это люстра такая. Ага, люстра такая, это спиннера такая. Слушай, Валера, зачем вообще делать спиннер? Можно скачать приложение на телефон и всё. Ага, ты мне ещё начни картинки показывать вместо конфет. О, а это идея. Я тебя сейчас укушу. Ладно, я шучу. Да, без смазки спиннер вращается гораздо лучше. Давайте-ка я попробую, ребята, сделать его из полиморфуса. Полиморфус это такая субстанция, которая меняет свою форму при нагревании. Вот, высыплю его в ёмкость и залью горячей водой. Ага. Чё-то как-то он не плавится совсем. Ааа, наверное, вода не слишком горячая. Ну и ладно, сейчас нагреем. Я пока пересыплю наш полиморфус в большую ёмкость. Ага, опять будет заставлять Валеру убирать. Конечно. Валера без конфет не согласен. Где конфета? Вот. А чё такая маленькая? Так, Валера, сейчас я ещё и эту заберу. Ух и жмот. Столько убирать надо, а мне дал такую маленькую конфету, а? Так, Валера, ну не бухти. Ой, не обращай внимания. Это мысли вслух. Вот, вода закипела, и теперь можно заливать полиморфус. Ребята, смотрите, полиморфус становится прозрачным, и сейчас из него можно будет лепить всё, что угодно. Давай вылазь. Ой, поналивал тут воды. Ну ладно, Валерка всё уберёт. Так, теперь я сделаю лего-спиннер. Так, возьму лего-форму и сделаю лего-человечка для начала. Теперь проковыряю дырочку для нашего подшипника. Вот, ага. И теперь вставлю подшипник. Готово. Стой. Что опять? Кто-то не подписался? Да нет, они колокольчик не нажали. Ребята, все, кто подписался, обязательно нажмите колокольчик, чтобы всегда знать, когда Валерка выйдет из туалета. Чтобы всегда знать, когда выйдет следующее видео с Валеркой. Теперь нужно ждать, чтобы полиморфус застыл. Всем медведям по конфетке, всем медведям по конфетке, всем медведям по конфетке. Слышь, всем медведям. Ну чего, я мало работаю и много ем конфет. В смысле наоборот, поэтому давай конфету. Всем медведям по конфетке, всем медведям по конфетке. Валера, может быть хватит? Ммм, я так не играю совсем. Иди сюда. Чего? На. О, это мне? Спасибо. Я пока подготовлюсь к изготовлению следующего спиннера. Возьму подшипник и заверну его в фольгу от шоколадки. Вот так вот, готово. Мне нужна будет шоколадка и пищевой краситель. Теперь нужно поломать шоколадку на мелкие части. И расплавить на паровой бане. Так, не стесняемся, подходим, делаем ставки. Ставка, одна конфетка. Кручу, верчу, конфетку хочу. Где шарик? Это что такое? Ну что ты смотришь? Угадывай давай, где шарик? И теперь смотрим внимательно. Шарик не упускаем из виду. Кручу, верчу, конфетку хочу. Ну, где шарик? Слышь ты, жулик-самоучка. Вот он шарик. Все, ты проиграл. Валера, и вообще, в азартные игры играть нельзя. Совсем? Я бы даже сказал, никогда. А че? Проиграешь. Теперь я добавлю наш шоколад-краситель. Чет как-то маловато. Давайте я добавлю еще. Во, так будет лучше. Я сейчас освобожу нашу лего-форму и вытащу наш лего-полиморфус. Берем его пока в сторону. И в серединку, на самое дно, я положу подшипник. Теперь нужно засыпать все это дело шоколадом. Кстати, ребята, кто знает, почему именно желтый краситель делает шоколад таким вязким? Любой другой цвет не делает, а желтый делает. Вот. Теперь нужно постучать, чтобы шоколад равномерно растекся. А лишнее нужно срезать. Так, а где наш подшипник? Да, так он получается слишком глубоко. Нужно все-таки лишний шоколад убрать. И опять постучать. Все, теперь можно отправлять его в холодильник застывать. Стой! Что? Ты забыл положить противовес. Ой, точно. Сейчас я это дело исправлю. Одну положу вот сюда и парочку вот сюда. И жменьку Валера себе возьмет. Эй. Тебе что, для меня жалко, да? Нет, не жалко. Ну вот и все. Да, этот лего спиннер получился очень классный с одной стороны, а с другой стороны не очень. Ладно, сейчас я обрежу лишний полиморфус. Ну, попробуем. Да, вращается, конечно, плоховато, но в общем нормально. А что, если я захочу себе другой спиннер? Да без проблем. Возьмем, переплавим его и сделаем другой. Да? Да. Я его возьму, кину в горячую воду и подожду, пока он расплавится. А тем временем я подготовлю другую форму и положу внутрь нее подшипник. Вот это да! А расплавленный полиморфус прилип к столу и не отдирается. Ну что это такое, а? По-моему, я опять себе стол испортил. Ой, ладно, сделаю пока еще один вариант спиннера. Надеюсь, что хотя бы он получится. Да, и как теперь его ошкрябать? Да я не знаю, Валера. Ребята, а может быть вы знаете, а? Все, ребята, давайте смотреть на спиннеры. Вот это да! А полиморфус прилип и очень сильно не отдирается. Опа! Ну все, спиннер готов. Да, судя по тому, как он отдирается от формы, моему столу пришел капут. Что? Что? Поломал? Угу. Ну давайте глянем, что там у нас получилось из шоколадного спиннера. Может быть он получился крутым. Ну, вроде бы все в порядке. Сейчас освобожу подшипник от фольги. И теперь с другой стороны нужно аккуратненько проковырять. Ой. Ну все, еще один спиннер готов. Это что, специально? Ну конечно же не специально, ты же сам все видел. Поломал мои спиннеры, с тебя за это конфетка. Валера. О. Иди в холодильник, тебя там ждет сюрприз. Да? Уже бегу. Сюрпризы я люблю. Ой, это что за гадость такая? О, слышу, уже нашел. Ты что, а ну убери эту гадость из моего дома. Ты что, не видишь? Я пока занят. Полиморфус отшкрябываю. Нет, давай сейчас. Ребята, а давайте наберем 100 тысяч лайков, и я пойду убирать у Валерки в холодильнике и снимать следующее видео на завтра. Чего-то у меня сегодня все из рук валится, непонятно. Может это магнитная буря какая? Ага, конфетная буря.